Получается? Да я не вижу с кем разговариваю. Покажись. Зайди сюда. Ну-ну, садись рядышком, поговорим. Получается, конечно, получается. Не, вот это можно с дедом. Только чтобы ни одного... Дедушка меня слушает? Как вас звать-то? Ни одного плохого слова, чтобы не сказали. Хорошо, хорошо, ни в коем случае. Меня зовут Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барнаул, Атайский край. О, рядом. Да, а мы в Прокопинске живем. В Кемеровской области. Да-то рядом совсем. Да-да-да. У меня сестра с Барнаулы. Мы пришли сюда, чтобы людей ознакомить с великом мандатом Божиим, по которому надо жить. Святая Библия. Расскажите нам что-нибудь. Первые люди в раю были, Адам и Ева. И они согрешили. Он пришел. От незапрещенного древа познание добра и зла вкусили. И Господь сказал, вы умрете в это время. И они телом не умрили, а душой отступили. И за этот проступок уже умерло больше ста миллиардов людей на земле. За семь с половиной тысяч лет. 2000 лет назад родился Спаситель Христос. Умер за наши грехи. Через полторы недели будет Пасха Христова. Через полторы недели. И мы будем встречать ее, что Христос воскрес из мертвых. Я тоже буду. А вы пост соблюдали? Нет. А плохо? 69 апостольское правило таких людей на два года отлучают от церкви. Так а что мне делать, если бы я работаю на большой машине под названием БелАЗ? А мне как мясо не есть? Понятно. Мне же на тормозки делают. А я тогда не смогу гайки крутить, тяжелые колеса большие. Понятно. Это вы так думаете. Мы тоже работаем. У нас люди в шахтах работают. На дальнобойщике. И все до одного соблюдают. В армии идут и в армии соблюдают. Так что не отговаривайся. Это нехорошо. Это перед женой можешь оправдываться. У меня силы нет, мясо надо. Правильно говорили? Ну да. Правильно говорили. У нас посты соблюдают. И ребятишек 10-12. Да вы что? Да. А мы просто и не знали, да? А я даже и не знал. Меня как родители покрестили маленького и все. Я больше не... Ну как бы в церковь хожу. Ну так, изредка я скажу, скажем так. А чтобы увлекаться, я не увлекался. Ну как увлекаться? Вы знаете, на стадионе бегут многие. Аристалища. Но награду получает один. Итак, бегите, чтобы получить, Павел говорит. Многие бегут, но один получает награду. А не так, что я буду сидеть, то день он сжевать, допить и в рай попал. Ты просто попал в пивнушку. Это как понимать? Так надо понимать. Написано, возлюби Господа Бога твоего всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. А ближнего, как самого себя. Вот так и понимай. А то я на стройке работал. Откажи. На стройке. У меня 40 лет стажу пищи делал. В пяти тюрьмах был и везде соблюдал посты. А вам скажите сейчас не секрет, сколько лет? А как вы думаете, сколько мне лет? Ну, я не экстрасенс, даже понятия не имею. Сколько? Ну, сколько? Под 70, я думаю. 80. Вам 80? Да. Не пьет, не пует. А так вы, это, молодо выглядите. А почему молодо выгляжу? Потому что у меня три голубятни. А кто голубей держит, тот всегда радостный и веселый. У злого человека голуби не водятся. Понятно. А у меня тут, представляете, супруга получила детское пособие, а ей судебные приставы отобрали все это и ни копейки не оставили, чтобы сыну купить смесь питания ребенку три месяца. Кто вот они? Вот эти ироды или кто они? Я не знаю. Если они беззаконно сделали, можно подать в суд и протестовать. Я, когда вернулся из заключения, был реабилитирован. Я подал в суд, что у меня изъяли. Одолжения мне были 11 миллиардов. Я самую крупную в мире фанатеку создал. И 11 лет шел в суд. Они так делали, крутили, вертили, процесс выиграл. Выиграли, да? Выиграл, да. Через 11 лет. Благодаря Господу Богу, значит. Мы строим православную деревню с нуля. Я ей молюсь Бога. Я знаю, от кого это. Это Господь сделал так. И вот все пьют на глазах людей. Ох и мужики. А я не, не, не. Это лимонад. А хоть какой. При людях нельзя пить, чтобы тебя не видел никто. А у вас это понятия даже нету. Безбожники. И воду даже пить нельзя. Я на кафедре стою перед студентами два часа. Почему я не пью 80 лет? Почему вы должны пить? Мы с такими людьми не сталкивались. Нам никто не объяснял. Я вам объясняю сейчас. Объясняю, что есть нации, народности, где есть. Даже родные, чтобы не видели, отдельно друг от друга едят. Батюшка, ладненько, я вас услышал. Всего вам доброго. Спасибо. А что так прогоняешь-то? Ну и что? Все лежите, как коллеги. Мне 80 лет, я сижу. Вам сколько лет? Лет 25-30 и лежите все время. Да залежа богу, какая жена пойдет-то. Скажет, сопреешь рядом с ним. Заряжайте позитивом. Мы говорим о Боге, о вечности, чтобы люди верили. Нельзя так жить. А то куда зашли рулетка, то это Содом и Гамора. Тут мужики на мужиках женятся, все время анонизмом занимаются. Ужас какой-то совокупляются, как скотина весенняя. Ну да. Мы пришли людей ознакомить с этой книгой. Ну, в детстве когда-то знакомился. Жить по заповедям Божьим надо. Потому что через полторы недели будет Пасха Христова. Пасха. На Пасху как приветствуют друг друга? Христос воскрес. А отвечают? Воистину воскрес. Молодец. Видно, что не совсем еще душа сдохла. Слава Богу, что она еще вроде как... Правильно. Надо помнить. Надо помнить. Если церковь православная есть, сходите в церковь. Там со священником познакомьтесь. Какие-то вопросы решите. Вот вы, если хотите больше узнать, у нас канал есть, видеоканал в этом Ютубе. Называется «Восвязь и Библии». Не пойдете, да? Нет, не буду увлекаться. Знаете, у нас так ведь устроено. Когда у человека что-то случается, он только тогда идет. Так я вас... Вы понимаете, вы даже не знаете, что. Вы бы увидели, мы строим с нуля православную деревню. Единственная деревня в России. Я же вас зовут, а не в церковь. Посмотрите, как с нуля. Сами дороги делаем, пруды восстанавливаем, столбы ставим. Своими силами. Это сегодняшние люди такие есть. И государство нам за 27 лет ни рубля не дало. И мы никого не ругаем. Благодарим Бога. Я начальник детского лагеря был, лагеря образовал. 45 лет. 45 лет. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дало. Ну и что? Тем дороже подвиг твой будет. Неохота вставать. А в Библии написано, встань спящий, воскресни из мертвых и осветить тебя Христос. Встать-то надо. Вот. Если у вас будет желание узнать больше, вы по скайпу меня найдите. Лапкин Игнатий. Я один. Я один. С этой фамилией. С Богом. С Богом. Хорошо. По милости Божией, не лежим, стоим, а вы лежите. Мне 80 лет, я не ложусь, а вы лежите. Что ж вы такие разнеженные такие, без усы, безбородые, подкаблучники несчастные. Если ты такой верный человек, не оскорбляйте. Да нет, я правду говорю. Чего вы так себя позволяете-то? Женщины тут ходят, они голые лежат один за другим. Ладно, вы хоть одеты, хоть фуражка есть. А совсем голые мужики лежат. Ну, копейки из-за них не дадут. Ты перед женщиной встань, надень генеральский мундир, чтобы тебя видно было, что ты при достатке. А тут даже рубахи нету. Кому-то... А, видишь, женщина должна знать, что она за тобой, как за скалой. Железно. А не так, что... Женщины тоже такие, раскисшие. Раскисшие все. Не настоящие мужики, фальшивые. Да, я нормальный мужик. Мусульман здесь, мусульман, процентов 80. Я по ощущениям, да, ощущениям. Да еще бы. Мы в Чечне были. Мои книги, 38 томов, с центральной библиотеки национальной в Грозном. Да. Да. У нас миссионерская поездка была. Мы в доме мулы ночевали и в мещеть ходили. Молились. Вот так. Мы православные христиане. Алтай, Барнаул. Мы проезжали. Миссия была такая. У меня 38 томов вышло из печати. Я решил подарить библиотеке мира. И мы прошли до Владивостока, до Лиссабона. Шесть мусульманских республик и Турцию прошли с той стороны. Скандинавию, Прибалтику и Север. 650 городов посетили. И везде я дарил. На 35 миллионов подарили книги. Откуда будете? Мы Барнаул, Алтайский край. Вот где Новосибирск, а это поюжнее. Возможно, там нужно мимо проезжать. Не езжу. Книгу заберу вас. Понятно. Вы такую книгу видели? У каждой артеки. В библиотеке в этой. Кольчак. Так. Такую не видел. Это закон Божий. Чтобы люди жили по божеским заповедям. Никакой блудник. А? Что говорите? В 21 веке. Даже в полиции не верили. А вы такую книгу считали? Коран. Ну, правда сказать, не читал. Считал. А что написано вот? Не читал. Не читал, говорю. А, не читал. А надо бы посчитать. Там говорится о суде Божьем. Что Бог грешникам уготовил. Какой огонь? Каждый из нас будет на гости гулять. Вас тут понадуло. Тут процентов 80. Одни мусульмане. Ну, да. Ну, да. Я обещаю. Почему вы здесь? Я говорю. У тебя дома 4 жены можно иметь. И колым платить надо. А тут 44 голые даром. Вот вы сюда и пришли, как жеребцы весенние. А вы тогда что здесь говорите? Я спасать грешников пришел. А Боге сказать, что так нельзя жить. Мне 80 лет. Скажите ему тоже, пожалуйста. А то он передо мной сидит и с бабами общается. Хотя у него есть жена и дочь. Ну, его видно, что он хороший человек-то. Ну, безбородый-то. На кого он похож-то? Половина мама. Я ничего не грешу. Просто все. Это так думаешь. Все грешны перед Богом. Все во грехах рождаются. И во грехах умирают. А Христос умер за нас. Умер Христос. И воскрес. Вот полторы недели пройдет. Главный праздник у нас будет. Пасха Христова. Христос воскрес. Да. Пасха Христова. Да. Да. Вы Рамзана Ахматовича Кадырова знаете? Так он мне благодарственную прислал. Грамоту с печатью. Да. Он мне очень нравится где-то. Так у меня благодарности 600, наверное, от Лукашенко, от Сербии. Там, кажется, Португалии. Где только мы не были. 650 городов. А? Покажите вот одно. Говорите одно почему. Ну, где у меня в архиве буду поднимать? Мне зачем? А то же три года назад было. Мы верующие. У нас лгать нельзя. Я не могу сейчас говорить такое, чтобы на грамоту убедом. Вот. Вы не знаете, что христианам категорически запрещено лгать и клясться. У вас на каждом шагу клянуться. А у нас нельзя. У вас тоже очень много грешников. Много, да, есть. Но у нас не так. Мы сознательно пришли к Богу. А вы не говорите, что мусульмане грешники, чем русские? Так. Если у вас будет желание встретиться что-то, то вы меня найдете. Вы отрешите? Так, все. Вы грешники. А? Вы говорите, что мусульмане грешники, чем мусульманы. Чего она там рядом кричит? Пусть покажется сюда. Она просто накрашенная. Чтобы она на мужика не кричала. Она должна быть безмолвная при муже. Да. Но у вас русские жен боятся. Вы, если бы на наш канал зашли, вы бы увидели, какие у нас жены. Вы в глаза такие... Видел ваших. Видел? Да. А как ты видел? Вот так видел. Русские здесь живут, ребята. Да не русские, я про наши говорю. Русские я знаю, какие там. Что-то... У нас, когда мы идем из церкви, а в это время на дорогах работают узбеки, таджики, мусульмане, они наших, видишь, женщин, наши сестры приехали. Мы говорим, это православные. Нет. А у нас одеты два платка. Вот как... Как красиво. Платье до полу. У нас очень строго все. А, правильно, да. Так и надо быть. Да. Они у нас как в хиджабе одетые. Я тоже захожу. У нас женщина без платка на улицу не выйдет. О! А это, наверное, мозги поправить. Давай, начинай, поправь. Только не сильно. А то свернешь голову-то. Ну, с Богом. Оставайтесь. С Богом. С Богом. С Богом.